Допустим, я вот хочу быть достойным человеком. Как мне это сделать? Если человек не понимает, что чувство собственного достоинства не формируется в результате моих желаний, то тогда он начинает что-то выдумывать. Например, он думает, надо заниматься самовнушением, я самая обаятельная и привлекательная, я самая обаятельная и привлекательная. И девушка думает, что она включает какой-то серьезный механизм в это время, как этот фильм «Я самая обаятельная и привлекательная». То есть механизм, получается, неправильный включается. Не тот человек приходит в жизнь. Потому что самовнушение приводит к поверхностному результату. Может быть, это и показывает тебя как-то по-другому. Некоторые люди рисуются, как-то пытаются быть успешными, из себя что-то делать, какой-то имидж внутренний. Но по факту это просто игра. И, конечно, это лучше, чем когда человек просто в депресснике находится, лучше, когда он что-то из себя вытворяет. По крайней мере, есть на что посмотреть. Но говорить уже об успехе каком-то сильном в этом случае не стоит, потому что чувство собственного достоинства формируется в отношении с совестью человека. Допустим, человек доброе что-то сделал, там помог бабушке какой-нибудь. И в результате он чувствует в сердце удовлетворение. Это называется чувство собственного достоинства. Или человек, допустим, сделал что-то неправильно и чувствует неудовлетворение, но раскаялся и чувствует удовлетворение. Это называется чувство собственного достоинства. Но чувство собственного достоинства дает возможность человеку быть спокойным по отношению к себе и естественным в жизни. То есть есть второе такое понятие – простота. Простота является следствием скромности или смирения, когда человек или достоинства следствием того, что человек чувствует, что ему не надо больше ни во что играть. И так все нормально в жизни. Он обрел себя, он чувствует, что он правильно живет. Ему не надо ни во что играть и тогда он становится, этот человек, привлекательным. Потому что когда вот эта защитная маска игры спадает с нашего сознания, то тогда успех настоящий в жизни к человеку приходит. Настоящий успех означает, что человек становится самим собой. Сейчас часто вот на эстраде певцы поют что-то из себя корче. Но когда человек поет самого себя, тогда это становится очень красиво. Видно, что он не рисуется, не выпендривается, а просто поет. Ему есть что петь, потому что иногда человек просто нечего петь. Он просто имитирует что-то, поет же только сердце. Поэтому надо понять вот этот момент, что мы должны двигаться к самому себе в отношениях. И смирение не возникает, если человек не стал достойным. Ну то есть движение к смирению начинается после того, как человек встретился с самим собой. Ну то есть если я бегу от самого себя, то есть я хочу во что-то играть. Например, на работе мужчина хочет показать, что он хороший специалист. Но когда он хорошим специалистом становится, то он расслабляется. И мы уже не надо ничего показывать.